Я, Барановская Галина Борисовна, секретарь Затокского поселкового совета, была избрана на эту должность 11 августа сего года. Хочу сказать вам, что в течение двух месяцев, почти двух месяцев, я не могла зарегистрироваться в реестре. Ввиду того, что 16 сентября этого года команда «Верни горы», лжесекретаря, по поддельным документам она считает себя секретарем Затокского поселкового совета, избранной от 16 мая, и команда вместе с Погорелым ворвались в поселковый совет и рейдерским захватом захватили административное здание. В течение всего времени у нас образовалось двовластие. Ввиду того, что «Верни гору» возгласил главный прокурор области, ввиду того, что она зарегистрирована, то она является и секретарем Затокского поселкового совета. Я считаю, что это ненормально. Не может в европейской стране, к которой относится наша Украина, такое получится двоевластие. Значит, мало того, своим распоряжением «Верни гора», но это я тогда расскажу немножко попозже, 7 октября мне удалось зарегистрироваться в едином реестре. И уже 8 октября этого года комиссия в составе депутатов поселкового совета, членов нашего поселкового совета, в присутствии полиции мы зашли в поселковый совет. И мы увидели в поселковом совете документы, которые меня очень удивили. Значит, что мы там нашли? Фото 1.10, пожалуйста. 1.10. Да. Вот такие вот документы. Подчеркнуто красной линией. Значит, подготовить отход. Вверху там немножко плохо видно. Там, значит, провести, подготовить пиар-компанию, а там подготовить отход. Дальше там подчеркнуто тратить деньги. Теневой исполком. То есть вот такой план работы команды «Верни горы». И приоритет, да. И дальше еще отменить решение. Мы нашли ее распоряжение. Отменить решение. 1.11, пожалуйста. Отменить решение сессии от 11 августа сего года. Но, послушайте, «Верни гора» не имеет такого права отменять такое решение, потому что секретарь Затоковского поселка, любого совета избирается большинством депутатских голосов. Ну, вот такие вот мы нашли документы. Кроме этого, мы еще и обнаружили установленные во всех кабинетах поселкового совета видеокамеры. Ну, ладно бы только видеокамеры. А в них еще и были установлены прослушки. На что мы вызвали работников СБУ и было возбуждено уголовное дело на сегодняшний день в отношении прослушек. Дальше, значит, мы нашли вот этот поддельный протокол сессии от 16 мая, в котором якобы... 1.1.1, пожалуйста. ...в котором якобы присутствовали 8 человек. То есть, в том числе, Кулик Сергей Владимирович. Это секретарь бывшей шестой сессии поселкового совета. Он в этом году просто прошел в качестве депутата. Но он уже до 16 мая был объявлен в розыск. И его присутствия там не было. Об этом я подтверждаю. Об этом может подтвердить наш представитель Клименко Станислав Юрьевич. И об этом же нам подтверждают... Подтверждают нам... Сейчас скажу... Фото 1.3, пожалуйста. ...работники погранслужбы. Что он отсутствовал. Его не было на сессии. Значит, сессия была нелегитимна. Потому что для того, чтобы ее избрали секретарем, должно было быть 8 человек. Мало того, еще и эта сессия не была объявлена. Она была созвана спонтанно. Под нажимом Погорелова. Как раз тот день, когда было объявлено на всю Украину, что на него якобы Бокий, секретарь на тот момент, покушался на его жизнь. И уже вечером он ухватил этого Бокия, Погорелый, и притащил его туда, привез в поселковый совет. И бегом, быстренько они бегали, собирали депутатов, депутатский корпус, чтобы тут пока никто не очухался, не оклемался, никто ничего не понял, что происходит. Провести быстренько эту сессию и выбрать Верни-гору. Вот такое у нас было происшествие. На сегодняшний день, с 8 октября, когда мы зашли в поселковый совет, с тех пор поселковый совет заработал полную силу. На работе находятся все сотрудники поселкового совета. Работают, погашены все долги по электроэнергии, подписаны все документы по выдаче бесплатных лекарств. На сегодняшний день у нас нет долгов ни по каким пунктам. Уже через пару дней получат работники все зарплату за октябрь месяц. Мало того, у нас уже с 24 октября у нас везде уже включено отопление. Мы начали отопительный сезон. В детском садике он начался еще раньше. Ну вот так на сегодняшний день. Но, что я хочу сказать. Почему сейчас все это как бы, да, наладилось. И мы начали уже подписывать все договора. Те, которые у нас были намечены весной этого года. Очень много было работы. Но, что меня тревожит в данный момент. Значит, нам поступило сообщение, что Министерство юстиции собирается отменить мою регистрацию. И по поддельным документам снова внести в реестр верни гору.